Это территория КАН на телеканале КРТВ. Меня зовут Анастасия Евставхева. Здравствуйте! Сразу несколько предприятий Красногорска отметили День машиностроителя. Своим профессиональным праздником его считают сотрудники Красногорского механического завода имени Зверевы, Бистром и Бицема. Последнее предприятие официальный экспортер России, партнер крупных зарубежных компаний и, конечно, часть истории Красногорска, ровесником которого является. О разных этапах развития Бицемы и ее машиностроителях сегодня поговорим с заместителем генерального директора Эдуардом Эльфенбайном. Здравствуйте! День добрый! Спасибо, что пришли, нашли время и повод для нашей встречи День машиностроителя. Надо сказать, что Бицема не всегда была машиностроительным заводом. Изначально это был стандарт бетон? Ну, я рад, что вы знаете нашу историю. Действительно, завод был организован в 1932 году и изначально делал конструкции для московской метрополитена. Однако, как все помнят, пришла Вторая мировая на нашу территорию. Завод не закрывался даже тогда, когда линия фронта проходила в 16 километрах от завода. За это награжден Киргим Жуковым, если я ошибаюсь, грамотой. В то время мы делали доты, дзоты и в то же время начала развиваться механообработка. Мы начали точить снаряды на территории завода и так далее и тому подобное. В дальнейшем, после окончания Второй мировой войны, на наш завод поступила оборудование компании «Мессершмитт». Мы начали производить оборудование для цементных заводов, для восстановления цементной промышленности, разрушенной в период Второй мировой войны. Это направление остается и по сей день, но, к сожалению или, может быть, к счастью, а теперь оно занимает не более 15% от нашего общего выпуска продукции. В нашей истории можно вспомнить такие веки, как строительство Останских телебашней, где мы тоже участвовали. А в каком это виде? Это вот тоже были бетонные конструкции? Нет, это тоже были металлоконструкции. Постепенно завод набирал опыт в области машиностроения, где постепенно мы начали переходить на производство не просто оборудование для цементных заводов, но и сами цементовозы, конвейерные линии и так далее, и начали смещаться в сторону строительства специализированного автотранспорта. Затем пришли 90-е годы, завод был успешно приватизирован. Я считаю, что именно это причина того, что до сих пор завод существует практически в 30 минутах от Кремля. Сами понимаете, что экономическая ситуация такова, что, может быть, кому-то было бы проще продать завод, разогнать коллектив и построить здесь очередные торговые центры или еще что-то. Но наше руководство мудро поступило в этот момент. Завод получил свидетельство о приватизации номер один. То есть мы были первым предприятием в России, которое было приватизировано. Произошло это в 91-м году, и наш собственник с голландской стороны получил Орден Дружбы Народу из рук Борисовича Ельцина, в то время бывшим президентом Российской Федерации. Затем пришли 2000-е, к нам обратилась компания «Вольво». Она предложила нам делать кузова для их самосвалов, и эта тема у нас развивается очень активно. В настоящий момент мы не только на своей территории производим самосвалы для таких компаний, как «Ман», «Вольво», «Скания», «Мерседес», «Дафи» и так далее, но мы отправляем наши кузова на сборочную линию компании «Вольво» в город Калугу. Прекрасно. И это вот такой вот за полторы буквально минуты экспресс-экскурс в историю ВИЦЭМа, который укладывается и рассчитывается почти 90 лет заводу. Вы так здорово все рассказали. Спасибо большое, что все этапы ключевые мы сейчас обсудили. И я предлагаю поэтапно рассказать про исторические моменты, в частности, про историю годы войны. В 1944 году началось как раз вот это машиностроение, если я не ошибаюсь, и как раз о том, о чем вы сказали. На вечное хранение было передано красное знамя Государственного комитета обороны. Это об этой награде вы говорите? Да, я просто совершенно верно, я немножко подзабыл эту историю. Оно и сейчас хранится на заводе. Если вы зайдете на нашу центральную проходную, то вы ее увидите. Так же, как и стеллу, посвященную памяти наших разведчиков, так же, как и фото тех фронтовиков, которые ушли на фронт с нашего завода. К сожалению, многие не вернулись. Ну, то есть, мы храним историю. Великая Отечественная война. Мы знаем, что ветераны, вот рассказывают, реально делались бомбы на территории ВИЦЭМа. Из чего, каким методом? Все знали, как делать бомбы? Или спускались сверху чертежи? Или это были разработки ВИЦЭМовские? Ну, как вы понимаете... Тогда стандарт бетон, простите. Да, в то время я еще не работал на заводе. Рассказать точную технологию изготовления взрывчатых веществ мне довольно сложно. Ну, как я понимаю, на нашем заводе, в связи с тем, что было довольно много токарных станков, винторезных и тому подобное, точились сами корпуса. Отдельно точились болванки. Как я понимаю, уже взрывчатое вещество закладывалось непосредственно не на нашем заводе, скорее всего, потому что было очень близко от Москвы и могло привести к серьезным разрушениям. Как правило, предприятия, которые уже полностью собирают снаряды либо бомбу, они находятся за территорией города. И, тем не менее, это был стратегический объект, я правильно понимаю? Безусловно, но, по большому счету, стратегическим он является и сейчас, потому что есть планы эвакуации, есть система гражданской обороны и так далее, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Это является головной болью нашего главного инженера, его же технического директора Глеба Владимировича Пилюса. Но мы сделаем все, что необходимо для этого. История ветеранов хранится в каком виде? Есть музей, в котором можно узнать историю? В том виде музея, в котором имеются общепринты, которые открыты для общего доступа и так далее, и тому подобное, у нас пока такого не имеется. Мы накапливаем материал, мы работаем с теми более ранними источниками, более современными источниками. Я думаю, что открытие именно такого музея в полном смысле этого слова, который будет открыт для посещения всех горожан, это дело недалекого будущего. Это хорошая идея, я думаю, многим интересно будет. Это уже давно-давно не идея, это поручение нашего генерального директора. Мы накапливаем сейчас в настоящий момент просто информацию. Вы сказали, что вехой явилась приватизация, да, мы знаем также, что ЗАО было переформировано в АО. Почему вы говорите, что приватизация вот такой ключевой момент? Да, повезло, может быть, Бицеме с руководством в данном случае, что действительно ее не перепродали. А еще какие плюсы были той самой приватизации и какие минусы? Насчет минусов, я даже честно скажу, не знаю таких из плюсов, что получилось. Во-первых, голландцы не просто купили завод и сказали, зарабатывайте нам деньги, а мы там посмотрим со стороны. Нет. Во-первых, было произведено серьезное переоснащение завода. Во-вторых, голландцы привели к нам новые технологии. В частности, мы гордимся нашими цистернами, так называемыми непроливайками для перевозки светлых и темных нефтепродуктов. Суть в чем, ранее, до периода приватизации, до прихода иностранного капитала на наш рынок, цистерна бензовоза проектировалась более просто. И в случае аварии был возможен пролив груза непосредственно на дорожное полотно, и т.д. подобное. Были несчастные случаи с очень большим количеством жертв, и т.д. подобного. После того, как мы перешли на технологию так называемых сосудов непроливаек, а постепенно этот стандарт укрепился по всей Российской Федерации, у нас ни одна цистерна за это время не потекла. У нас были случаи, когда машины падали с 15-метровой высоты, которые падали в очень низкие температуры, но тем не менее сам сосуд оставался целым, с повреждениями, но продукт не проливался. Даже если не брать в расчет, что это могут быть людские жертвы, сами подумайте, что 40 тонн бензина все-таки довольно серьезные деньги. И уж проще цистерну поднять, слить ее потом где-то отдельно на базе, и не получить такой экономический вред, как это было бы в случае, если бы произошел пролив жидкости. Это какая-то уникальная технология или есть подобные варианты? Нет. Дело в том, что этот стандарт на Западе пришел немножко пораньше. У нас он просто не был распространен, не было такой технологии. Это особенно технология изготовления сосудов, крышек, люков, которые его закрывают. И, в общем-то, сейчас это внедрено уже практически всеми предприятиям на территории Российской Федерации. Что еще сходит с конвейера Бицема? С конвейера Бицема сходит, как я уже сказал, оборудование для цементной промышленности. С конвейера Бицема сходит дорожно-строительная техника. Это, в частности, комплекс для непрерывной укладки асфальта, который мы пока делаем единственный в России. Это дорожная машина, которую мы выпускаем уже не первые десяток лет. И слово Бицема, в общем-то, дорожники знают очень хорошо по всей России, потому что я бываю везде, начиная от того же Крыма, заканчивая Ямалом. Везде наше имя известно. Мне легко и просто работать, потому что мы работаем давно, стабильно, и качество наше остается на хорошем уровне, что позволяет дальше производить продукцию. Вместе с тем, из-за новых секторов мы сейчас пошли в раздел коммунальной техники. Это, в первую очередь, коммунальные машины, предназначенные для уборки улиц. Это как подметально-вакуумные машины, большой или малой вместимости, так и машины для так называемой коммунальной дорожной машины. Это машины, предназначенные для борьбы с гололедом, с пылью и так далее. То есть любыми неблагоприятными факторами, которые являются на территории дороги. Мы производим, как я уже говорил, большое количество самосвальной техники, причем со всеми европейскими производителями. И также мы активно работаем с КАМАЗом и МАЗом. Мы производим цистерны различные для нефтепродуктов, для пищевых жидкостей, спирта и так далее. Мы производим цистерны, в которых переводятся сыпучие продукты. То есть это также наш давний направление цемент, это мука, зерно и так далее. Мы выпускаем небольшими партиями специализированные машины. Это могут быть кульковые погрузчики, это могут быть ломовозы и так далее. То есть спектр нашей продукции включает в себя порядка 300 именований. Поэтому у нас очень такой дерифицированный пакет. Мы можем успешно работать и в дальнейшем. Это так и происходит, потому что если в какой-то отрасли происходит какой-то временный спад, допустим, как в образ строительства с коронавирусом, то мы спокойно перенастраиваемся на какие-то другие участки, где у нас спрос идет повышенный. — Что производится на заводе? Я имею в виду от самой первой детали до заканчивая целиком такой техникой, которую мы сейчас видим на нашем экране. — Ну, Анастасия, шикарный вопрос. Спасибо вам большое за это. Дело в том, что мы не покупаем детали, мы покупаем металл. Именно у нас предприятие полного цикла. То есть к нам приходит листовый металл, мы сами его рубим, режем, краим, сверлим, свариваем. И в итоге получаем готовое изделие. Да, есть какие-то отдельные нюансы, которые мы заказываем на аутсорсе. Но это связано с тем, что это либо маленькая партия, экономически это невыгодно перенастраивать оборудование у нас. Либо это связано с литейкой, которую нас в свое время по экологическим соображениям закрыли. — Литейный цех. — Так точно, да. В настоящий момент он не существует. И литейное производство является самым вредным в машиностроении. Я знаю только единицы предприятий, которые сохранили литейное производство на территории Российской Федерации. Позвольте цитату. Это на рубеже 80-90-х годов, что происходило на тогда новой Бицеме. Она была переименована в Бицеме. На заводе действует 19 поточно-механических линий, 28 комплексно-механизированных участков, внедрено 27 единиц высокопроизводительного оборудования, 83 новых технологических процессов металлообработки. Прогрессивными способами изготавливаются 83% отливок, уровень механизации и сварочных работ доведен до 77%. Сейчас все это то же самое оборудование работает или уже все произошло поменялось в корне, автоматизация не стоит на месте, искусственный интеллект уже здесь? Анастасия, вы затруднили такой очень разнопланный период 80-90-х. Если мы говорим про 80-е годы, то это все именно так. Если мы говорим про 90-е, то это как раз тот период, когда всю нашу страну начало ломать и корежить. То есть сменилась экономическая модель, сменилась отсутствие плана, отсутствие заказов и т.д. Вместе с тем, как я уже говорил, если мы раньше гордились тем, что мы делаем очень много машин, тех же цементовозов, и к нам тут всегда была очередь, нас всегда требовали дать больше машин, мы работали в 2-3 смены и т.д. То есть сейчас мы гордимся тем, что у нас установлены лазеры, что у нас плазменные резкие, что у нас высококачественные стали применяются, которые специально под нас катаются в Бельгии нашим партнерам, новолипедскими металлургическими комбинатами и т.д. Техника развивается, мы развиваемся вместе с ней. Ну то есть это уже не те 19 поточно-механических линий, которые были в 89-90-м году. Это, кстати, с вашего сайта информация. Это поточно-механические линии, это предназначено для привычной мягкообработки. В настоящий момент мы все-таки перешли больше на мелкосерийное производство, и они просто потеряли актуальность. Они остались, они существуют. У нас, скажу прямо, есть постоянный, вернее, был уже некоторый конфликт между начальником цеха и руководителем нашего завода, о том, что, слушайте, давайте все, что уже там морально устарело, уберем. Тот говорит, нет, нету, и что, это еще пригодится, это надо, и т.д. Но постепенно процесс замещения старого оборудования на новый идет. Кто работает сегодня на БИЦЕМе? Это инженеры, это рабочие, это слесари? И опять же, каково количество человек, да? В 2019 году мы общались с гемдиректором, он называл число в тысячу человек, тысячу работников. Сегодня, по данным администрации, 614. Было ли сокращение? Нет, скорее всего, тут просто идет разочтение. Дело в том, что если посчитать наш, тут разница в цифрах или, может быть, в подходе. Если считать количество рабочих, работающих на территории завода БИЦЕМ, это действительно порядка тысячи человек. А если непосредственно БИЦЕМе, это порядка, как вы сказали, ну, чуть меньше 700 на самом деле. Суть в чем, что на БИЦЕМе работает и завод БИСТРОМ. На БИЦЕМе существовала до недавнего времени и логистическая продукция, она существует и сейчас. Эти работники тоже относятся к БИЦЕМе, но просто являются как бы обособленным подразделением. Ну и плюс там, я понимаю, что некоторое количество арендаторов. Вот в этом разница, да, в подсчете. Поняла вас. И что это за профессионалы на БИЦЕМе, я имею в виду? Ну, вы, как я понимаю, хорошо освоили данную тему. И знаете, все профессии не хуже меня. Да, действительно, мы держимся на сварщиках, на токарях, на фрезеровщиках, на конструкторах, на инженерах. Но при этом не надо забывать, что у нас есть и отдел маркетинга, и у нас и бухгалтерия разветвленная. И у нас из конструкции бюро у нас не одно, их несколько. У нас есть практически все те профессии, которые необходимы в современном производстве. Мы только что обсуждали автоматизацию, и про лазеры вы сказали, и про современный прогресс. Какое место остается рабочим профессиям в этом производстве? И что будет через 5 лет? Уйдут ли совсем люди с производства, останутся роботы, может быть? Или пока это слишком прогрессивный подход? В настоящее время это просто не методы технологии, это по большому счету зависит от экономической ситуации. Если, как мы говорим, мы занимаемся тем, что делаем продукцию мелкими сериями, применение робота не целесообразно. У нас был опыт применения роботов, выяснилось, что нам это не надо. Не потому, что мы не можем или не хотим их поставить, у нас довольно достаточно квалифицированы кадры. Но дело в том, что когда производится оборудование мелкими сериями, приходится его постоянно перенастраивать. То, что нам необходимо, из современной автоматизации механизации у нас есть. Я поняла. Можно немножко пояснить? Вот как, допустим, из быта возьмем пример. Есть принтер, который печатает детали. Вот физические детали, его можно настроить, не знаю, это дело 5 минут. На производстве в чем сложность, даже если это мелкосерийное производство? Все очень просто. Мы работаем, как я уже говорил, в основном с поставщиками шасси, так называемые. То есть, та же Volvo или Scania или MAN не выпускает 20 лет одну и ту же модель. Замена модельного ряда происходит раз в 3-5 лет. При этом еще существует целая куча модификаций, различая себя типом рамы, размером колес, установленный двигатель, коробки передач. И в этом случае наша настройка на каждое разное шасси встает по-разному. Какой-то надо сдвинуть ближе к кабине, чтобы не нарушить весовые нагрузки. Какой-то ближе к заднему свесу. Где-то поставить дополнительные баки, где-то убрать ресиверы, где-то необходимо поставить какие-то узлы для раздачи топлива. Это и тому подобное. То есть, наш конструкторский отдел, я скажу вам прямо, он перегружен. И у нас сейчас главный конструктор Аркадий Воронков. У нас постоянно, несмотря на хороший дружеский контакт, мы постоянно находимся в премиях. Потому что он говорит, вы тут расскажите, что быстрее надо делать, что в первую очередь. А у нас сегодня первым надо сделать вот это, а завтра, наоборот, уже вот это, а послезавтра ты уже опоздал, надо делать еще третье. Мы их напрягаем, конечно, но ребята молодцы, работают. Кроме конструкторов, еще за кем, на ком держится производство? Физическим трудом сейчас выполняются какие-то детали? Конечно, безусловно. Мы оставили токарное производство. У нас сварщиков очень много работает. Причем у нас, что меня особенно радует, осталась именно советская система, когда у нас есть сварщики с личным клеймом. То есть, УТК их не проверяет, когда уставят свое клеймо. У нас, ну, они в основном все у нас высокого разряда. В общем-то, мастера и бригадиры смотрят за тем, кто как выполняет операции, как-то их там меняют. Но при этом на всех ответственных узлах у нас, безусловно, наиболее квалифицированные люди. Из того, что вы сказали, на чем держится производство, очень хорошо говорит в этом теме Владимир Сергеевич Штрифонов, который у нас союзили с представителями совета директоров. Буквально вчера у нас был праздничный митинг. Он сказал, что, во-первых, конечно, предприятие держится на производственниках. Во-вторых, без ложной скромности на сбыте. Потому что сделать хорошую продукцию, не продать это, значит, будет никуда. Ну и, безусловно, не надо забывать и про отдел снабжения, и про руководящие подразделения, которые непосредственно предъявляют стратегию предприятия, решают, что необходимо делать сейчас, куда двигаться и т.д. То есть сказать, что мы можем обойтись без кого-то, ни в коем случае. У нас все взаимосвязано. Личных людей у нас не работает. В династии Трифоновых, надо сказать, что династии связаны с Бицемой, и тут уж ничего не попишешь. Согласен. Есть ли еще династии, может быть, среди сотрудников, работников? Династии таких очень много, на самом деле. Просто Трифоновы, они же находились на пике всех принятий, всех решений. Именно благодаря их усилиям завод существует в настоящее время. Из таких, из руководящих, могу сказать, что у нас, допустим, в отделе департамента продаж работает Михаил Викторович Круликов, и его отец являлся в свое время директором нашего завода. То есть, это, можно сказать, и Михаил Викторович имеет одно единственное место работы, это завод Бицема. И буквально на прошлой неделе мы как раз его поздравляли с тем, что он отработал на заводе 20 лет. То есть человек после института пришел на завод и больше никуда не уходил. И у нас есть люди, у которых рабочий стаж и по 40 лет бывает. Тоже руководитель Бистрома, который тоже пришел в свое время на завод ЦМАШ, и так и остался, хоть и возглавляет Бистром, но все-таки Олег Анатольевич проработал на заводе тоже 40 лет. То есть династии у нас много. А есть ли слесари, которые вот из поколения в поколение передают это? Безусловно, есть. Но просто дело в том, что я меньше общаюсь с производственниками, я больше все-таки занимаюсь продажами, и сказать прям по фамилии я не могу. Ну хорошо, про деньги так про деньги, давайте про среднюю зарплату. Согласно справке, на территории Бицемы средняя заработная плата около, точно скажу, 48 164 рубля. При этом официальные данные по средней заработной плате на КМЗ 73 тысячи. И тот же Бистром может похвастаться 55 тысячами в месяц средняя зарплата. Я объясню почему. Вот тот же КМЗ, либо Бистром, это предприятие более гомогенное, скажем так. То есть там в основном рабочие, сосредоточенные, ну примерно одного профиля и уровня. Вы понимаете, что сварщик пятого разряда получает, грубо говоря, 70 тысяч рублей. Уборщица получает 25. Если мы вспомним о том, что на предприятии Бицемы находятся не только производственные площади, но и складские помещения, где зарплата ниже, у нас довольно большой перечень людей низкой квалификации, которые выполняют работы по уборке территорий, которые занимают 22 гектара, и тоже надо убирать. У нас невысокие зарплаты в вспомогательных подразделениях. Именно из-за этого складывается так, что уровень зарплаты непосредственно в целом, что называется, по больнице, вот такой 48. Но вместе с тем могу сказать, что у вас, скорее всего, данные 2019 года, если я ошибаюсь. Нет, это свежая справка по итогам дня машиностроителя, который мы получили. Ну да, согласен, может быть 48, но это было на весну. Дело в том, что у нас, как правило, отчетность дважды в год на Совете директоров, я могу точно сказать, что каждый год на зарплату повышается на 5-7%. Не все этим довольны, но мы говорим, это неизбежность, потому что существует инфекционный риск. Недовольны повышением? Да. Или размером повышения? Есть и с той стороны, кто-то говорит, что мало повысили, кто-то говорит, что много повысили. Ну, много повысили, как вы понимаете, как проекта службы финансового директора, которому постоянно денег не хватает. Мало повысили, естественно, все остальные. Хорошо. Можно ли тогда назвать какие-то зарплаты более предметно, да, по профессиям, допустим? Ну, не может же быть у слесаря сейчас зарплата 20 тысяч рублей в месяц? Или это вполне реальные деньги и реальный уровень дохода? Ну, 20 тысяч нет. Если это слесаря начинающего уровня, то я думаю, что у них зарплата примерно начинается где-то порядка 25-28 тысяч рублей. Наиболее квалифицирован, как я сказал, уже получают 70 и выше. Все зависит от того, на каких операциях он находится, сдельно у него плата труда или почасовая, сколько он отработал в данный месяц, а так и тому подобное. В региональном банке вакансий представителям рабочих профессий в Подмосковье предлагается в два раза больше предложений, чем специалистам различных других профилей. Это сообщает министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Вы чувствуете спрос, вот нехватку, может быть, работы? Да, безусловно. Мы всегда говорим о том, что нам не хватает сотрудников, мы всегда готовы принять кадры, потому что некоторую текучку не отменить. На одной встрече с главой нашего региона мы разговаривали с госпожой Хаймуржиной, она спрашивала, чем вам помочь. Я говорю, донесите до людей, которые проживают на территории Красногорского муниципального округа, что у нас есть работа, приходите к нам работать. Нам нужны разные специалисты. Нам всегда не хватает конструкторов, технологов. Часто мы ищем сотрудников тоже в департаменте продаж и так далее и тому подобное. Я уже не говорю про рабочие специальности, которые нам нужны всегда. Мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, Москва находится рядом. В Москве, как правило, уровень зарплат выше, чем в Московской области. И это каким-то образом существует некоторый отток кадров. И поэтому я думаю, что очень много молодежи уезжает, тех, кто еще не обменен детьми, которым можно простоять полтора-два часа опробки, но получить зарплату выше, чем на нашем предприятии. Вместе с тем, люди, которые уже поработали, которые семейные люди, так называемые оседлые, они понимают, что стоять каждый день на Волоколамке или на Вариге не тот вариант, который им нравится. Они предпочитают проводить больше времени с детьми и в кругу семьи. Они работают у нас, ну, либо на КМЗ. Ну, рабочие профессии по-прежнему остаются актуальными для той же молодежи? Или все хотят быть дизайнерами, не знаю, рокерами, менеджерами, топ-менеджерами? В последнее время я уже несколько раз сталкивался с новым направлением обучения нашей молодежи под названием WorldSkills. Первый раз я был поражен масштабом этого мероприятия в славном городе Казани. Там как раз одновременно с нашей выставкой, которая проходила в соседних корпусах, у них там отстроен очень крупный экспортный центр, проходило именно как раз соревнования молодежи по этому WorldSkills. Ребята соревновались в чем угодно. Кто-то строил из кирпича стенки, кто-то варил железо, кто-то рисовал, кто-то на компьютере что-то делал, так и тому подобное. В Красногорске, как вы наверняка знаете, центр WorldSkills – это наш техникум, который находится с нами по соседству, в том числе. И я бы не сказал бы, что молодежь абсолютно ушла от этого. Надо понимать, что квалифицированный рабочий всегда может заработать больше денег, чем начинающий инженер. Такая система существует на Западе, постепенно она пришла и к нам. Кто, кроме колледжа, готовит для вас кадры? Ну, во-первых, не надо забывать про инженерно-технические кадры. Безусловно, это Бауманка, безусловно, это МАДИ и так и тому подобное. Все институты или университеты, либо академии, которые имеют политехническое направление – это наши будущие поставщики кадров. А вы готовы брать людей без опыта? Вот после, буквально со студенческой скамьей? Я вам скажу больше. У нас даже работают молодые ребята, которые еще одновременно заканчивают обучение. Ну, к примеру, могу привести Павла Шишакина, который сейчас заканчивает последний курс в Бауманке. Он к нам пришел на не самый, как говорится, такой престижный должность. Он пошел мастером именно в Кузницу, где шумно, грязно, пыльно. Вместе с тем парень оказался в деловой хватке. И сейчас он уже работает у нас технологом, и в будущем ему карьеру мы обеспечим стопроцентную. То есть ребята приходят, и если деловые и толковые они у нас остаются, мы приветствуем молодые кадры. У нас сейчас переходят, и Кострюцкий отдел больше на цифру тех проектов, которые они раньше рисовали на ватманах на бумаге. Нам нужны молодые ребята, Кострюцкий, которые помогут нам эту операцию провести и так далее и тому подобное. Известно, что Красногорск – город оптиков, город заводчан, людей, которые работают на КМЗ, людей, которые работают на Бицеме, на Бестроме. Так было, по крайней мере, полвека назад точно. Это большая часть Красногорска были заводчанами. Сейчас кто на заводе работает? Да, все правильно вы говорите, так в основном-то и работают. Да, у нас есть люди, которые живут в Москве. Как правило, это уже специалисты состоявшихся, которые уже понимают, что их уровень зарплаты довольно высок. И они к нам приезжают каждый день на завод, но понимают, что уровень зарплаты и работа их устраивает. Допустим, у меня работает водитель Дмитрий Юдочкин, который каждый день ездит в Москву. Это классный специалист. Я рад, что он работает у нас. И, в общем-то, это одно из немногих исключений. Большинство – Красногорск, Нахабино, ну и так далее. Ну, на самом деле, это здорово, когда ты можешь потратить на дорогу до работы 10 минут, а не полтора часа. Согласен с вами. Единственное, что в последнее время, к сожалению, по Красногорску проехать с утра – это уже не 10 минут. Ну, тоже, да, та еще задача. Я знаю, что на территории БЦМ проводятся испытания, да, собственно, вот разработок, которые производятся, потом идут с конвейера. Что это, краш-тесты, да, или в каком это виде происходит? И прямо на территории завода это? Ну, вы представляете, что такое краш-тест? Краш-тест – это значит разрушить данное изделие полностью. Если мы говорим про, допустим, автомобиль Scania 8х8, который стоит порядка 150 тысяч евро, мы не можем себе такое позволить, да это не требуется. Действительно, мы проводим испытания. Во-первых, не надо забывать о том, что мы делаем емкости, в том числе для легко воспламеняемых жидкостей. То есть у нас есть рентгеноскопическая лаборатория, у нас есть ультразвуковая дефектоскопия цветная, мы калибруем сосуды с помощью жидкости и так далее, ну, подобное. То есть качество швов у нас неизменно высокое. Это первый вариант. То, что некоторые конструктивы мы проверяем непосредственно в заводе, да, такое тоже есть. Но бывает и такое зачастую, что наши конструкторы собираются вместе с нашими продажниками, едут действительно в тот карьер, в то место, где работает наша техника, и смотрят там, как происходит, что меняется в конструкции, что мы не предусмотрели, либо наоборот заложили с запасом и так далее, и так подобное. Мы же не стоим на месте. Я вот могу привести такой пример. У самосвалов существует так называемая задняя ось, на которой держится весь кузов. И изначально он делается из стали 40Х, это специализированная сталь, которую не так просто найти там в обычном городе, там, я не знаю, в каком-нибудь районном масштабе. А у нас же карьера, как правило, расположена в крупных городах. И ось эта изначально была полая. Но после того, как мы выяснили, что все-таки разрушение этой оси при превышении нагрузок происходит, а у нас, сами понимаете, не все четко соответствуют регламенту погрузок, и бывает такое, что перегрузы техники встречаются. И мы заменили на цены Литвы, и в итоге у нас теперь таких проблем нет. Здорово. Но все испытания происходят на территории ВИЦЭМа, да? То есть нигде-то в другом месте. Слово испытания, оно очень емкое. Дело в том, что мы же еще и получаем, мы имеем право набивать свои номера. То есть мы изготовитель, который выпускает более 500 единиц техники в год. То есть мы выпускаем ни МАН, ни Вольво, ни Скани, мы выпускаем ВЦЭМ. А для этого необходимо получить вот этот ИС, который удается уже государственными органами. Для этого необходимо провести специфицированные испытания. Именно это шли о специализированной лаборатории ВИЦЭМа. Сейчас проходят другие испытания для бизнеса, для страны, для экономики, да для мира. В связи с тем же пресловутым коронавирусом считается, что после кризиса 1998-2008 годов страна и экономика страны относительно быстро восстановилась. В 2014 году был новый кризис, да опять же там резкое ослабление рубля и все вытекающие последствия. Сейчас вот эти вот кризисы кажутся чем-то смешным на фоне коронавируса или все не так страшно, как казалось еще в марте этого года? Ну вы знаете, честно говоря, это грустная история, потому что у нас в стране случаются такие кризисы. И кризис это же вроде заболевания. И сказать, что страшнее кори или золотуха довольно сложно. Понимаете, в чем дело? Да, действительно, мы ощущаем на себе влияние кризиса. Потому что, как мы и говорили о том, мы в основном занимаемся поставщиками шасси. И очень много заводов расположено в Европе. И там карантинные меры были более серьезными. И если раньше мы практически из колес, как сказать, со стапеля, ставили наши кузова на шасси, которые уже ожидало, то сейчас у нас довольно много кузовов скопилось, тех же, допустим, или цистерн на заводе, которые никак не могут получить шасси. И это происходит не потому, что заказчик не оплатил или еще что-то такое, а все из-за того, что задержка в поставке шасси. Это существует проблема. Вместе с тем, могу сказать, что руководство завода подошло довольно держанно и спокойно к тому, что происходит. Мы, не сказать, что сильно упали в объеме продукции, мы надеемся выполнить наш годовой план, в том числе и по реализации. И, в общем-то, пока сказать, что мы там что-то сильно страдаем, нет. Мы полностью загружены, мы работаем. Может быть, где-то что-то там чуть поменьше, что-то подольше, но в целом все нормально. Остановки производства не было? Ни в коем случае. А за счет чего произошли, может быть, снижения выполнения плана или продаж? Перестали покупать машины, заказывать машины? Нет, больше всего именно проблемы. Допустим, у нас больше всего проблемы именно с поставками шасси. То есть мы изготовили кузов, который должен был поправдно поступить в шасси. Шасси из того же шушара, допустим, не пришло. Мы его положили на склад. В итоге заказчик не получил машину, мы не получили деньги за кузов. У нас вырос объем продукции, так называемый, на складе. То есть у нас сейчас довольно значительно вырос объем продукции, находящихся на складе. Хотя все заказы под него в 100% есть. А что в шушарах в Санкт-Петербурге стояло производство или что? Было по сокращенному графику, да. То есть там это посерьезнее были последствия? Ну, совершенно верно. И там, и у других автопроизводителей. Мне кажется, только КамАЗу как-то он легко так перескочил на это. Но тут еще сыграло повышение курса евро. И сейчас те заказчики, которые раньше рассчитывали купить Манну, Вольву или Сканию, к сожалению, вы должны покупать КамАЗ. Но это и есть в этом и плюс. Потому что и КамАЗ сейчас подтянул свое качество. И, в общем-то, сами машины стали другими. Если мы раньше рассматривали, как бестселлер у КамАЗа, это был КамАЗ-615-625-20, которые обладали довольно, скажем так, скромными показателями по грузоподъемности, то сейчас новый семестр 65-80, с которым мы активно работаем, это уже практически западный уровень. Ну, это отрадно слышать. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что до конца следующего года ВВП вообще вырастет на 2,5%. Это такой вот прогноз. Как вы считаете? Ну, господина Мишустин, как я понимаю, есть данные по всей стране. Так. Я за всю страну не отвечаю. Ну, ваш прогноз. 2,5%? Да, вполне. Это довольно, скажем прямо, не самый огромный рост, и это вполне возможно. Ну, это рост, надо сказать, после кризиса. Совершенно верно. Так, дело в том, что и у нас план этого года больше, чем план прошлого. И мы стараемся его выполнить. Мы пока не рассчитываем, что мы будем как-то корректировать. По словам экономиста, ректора российской экономической школы Рубена Яникаопова, да, все не так плохо. На самом деле люди покупают квартиры, даже вот среди физических лиц все не так плохо. Люди покупают квартиры, вкладывают деньги, что вообще не свойственно для кризиса. Если говорить о тенденциях, да, я приведу его цитату, опять же, вот ректора Рэш. Предоставление налоговых льгот IT-компаний, мы в целом любые попытки стимулировать развитие в России высокотехнологичных инновационных компаний, можно только приветствовать. Именно они, они государственные мегастройки, могут стать локомотивом экономического роста в стране. Вот сейчас акцент на IT. Все-таки я не согласен в этом вопросе, но больше всего мне как-то, честно говоря, покорило слово мегастройки. Дело в том, что мегастройка – это значит сверхсложный, сверхсерьезный проект. Взять его тоже там мозг в крыл. Это же мегапроект. Да, абсолютно. Амбициозный, эффектный. Да, и он делается, по большому счету, в очень сложных геологических условиях. Когда все вокруг говорят, что отложение этого ила по 30 метров у вас все упадет, все разрушится после первого же шторма. Стоит? Стоит. И там потребовалась именно инженерная мысль. Там потребуются новые материалы, конструктора. Мегастройки, мне кажется, это как раз те самые драйверы, которые существуют. Да, за IT будущее. Да. И мы тоже думаем о том, что, допустим, в том же коммунальном хозяйстве IT все больше и больше применяется. Сейчас появилась система умного города, когда руководители разного ранга городских муниципалитетов видят, где какая техника работает и так далее и тому подобное. Насколько это эффективно, я не знаю. Потому что, сами знаете, есть в Витубе ролики, где там показывают, как голонасит там трактора, который ничего не делает, без счеток ездит и так далее и тому подобное. Ну, как я понимаю, это издержки. И в будущем все равно IT будет более серьезно войдет в нашу жизнь. Ведь у вас в руках смартфон, который стал уже компьютером. Да, абсолютно так. Пять лет назад еще такого не было. Согласен с вами. Если возвращаться к словам ректора экономической школы, он говорит о том, что мегастройки это плохо для конкретно маленьких городов, до которых эта мегастройка не дошла. Это здорово для страны в целом, у которой повышается имидж, это полезно для гордости, для патриотизма, но не совсем может быть полезно для экономик маленьких городов. Вот речь о чем. Как вы считаете, вот конкретно для вас тот же Крымский мост, как для завода Бицема, я имею в виду, как он повлиял? Во-первых, я сегодня упоминал наш комплекс для непрерывной укладки асфальта. В настоящий момент он работает в районе города Плесецка, делает дорогу к космодрому. Вот, поэтому мы тоже в каких-то медопроектах участвуем. Хорошо, возьмем Крымский мост. Кроме самого моста, где мы действительно не принимали никакого участия, к нему надо построить дороги, которые к нему подходят, и дороги, которые к нему отходят. Мы выпускаем дорожно-строительную технику, и наша техника в Крыму есть. Так что даже и для Красногорска, то, что Крымский мост построили, благо, а сколько Красногорцев там отдохнуло. Это что, раз, какой-то заряд позитива на будущее. Спасибо за ваше мнение. А что касается IT, на которой сейчас ставится акцент, а место машиностроителям в федеральной повестке дня, оно сейчас какое? Не забыли про машиностроителей-то? Нет, ни в коем случае не забыли. И даже, как я уже говорил, у нас вчера ставился митинг, генеральный директор начал его, одним из первых его фраз было, что машиностроительная отрасль есть и существует и развивается. И это ему помогло сказать то, что за его плечами стояли образцы техники мирового уровня. То есть он абсолютно не лукавил. Он говорил о том, что наш завод выпускает технику именно мирового уровня. Мы не говорим о том, что мы там соответствуем каким-то российским стандартам. Мы смело конкурируем с лучшими западными образцами, с теми же самосвалами. Наиболее у нас такой конкуренция, с которым мы примерно соответствуем, это компания Майлер. Это немецкая компания, которая самосвал придумала. То есть мы конкурируем с первоисточниками. О чем речь? Ну это отрадно. Здорово. Да, согласен с вами. Если возвращаться к Владимиру Трифонову. Уникальный, конечно, человек. На юбилее Бицемы несколько лет назад он говорил о том, что действительно есть свершения, есть успехи. И вот была такая одна из задач. Предоставление жилья для заводчан. Что это был за проект? Удалось ли его реализовать? И как бы это повлияло вообще в целом на репутацию и производство? Показатели? Не совсем моя тема, однако краем уха я слышу все-таки эту тему. Дело в том, что, во-первых, не надо забывать, что улица Заводская и называется. Почему? Потому что привыкают к нашему заводу, и большинство заводчан именно там живут. И та схема, по которой завод предоставил какие-либо льготы, либо возможности для тех организаций, которые строят жилье в обмен на жилье для своих сотрудников, она до сих пор существует. Не надо забывать о том, что у нас находится ТЭЦ, который снижает теплом, если я не ошибаюсь, 2 или 3 района города. И, безусловно, какие-то взаиморасчеты идут, и не всегда это живые деньги. Это, возможно, какой-то бартер, т.д. И в этом случае для действительно тех сотрудников, которые находятся на ключевых позициях, это возможно. Я не скажу, что это какая-то массовая программа, что всем предоставляется жилье, но такая программа есть. Что будет завтра с БЦМ? Да все хорошо будет. Приходите к нам в гости, увидите завтра, послезавтра и после-послезавтра план четвертого квартала полностью сверстан, он полностью забит. У нас нет свободных площадей, мы принимаем заказы за 90-100 дней и далее. Как я уже говорил, мы новый проект развиваем в частной коммунальной технике, мы пытаемся найти точки соприкосновения с производителями аэродромной техники, мы экспортируем наши компоненты этих машин в Германию и т.д. У нас хороший экспорт с Казахстаном, с Украиной, с Белоруссией, мы работаем. Здорово. И в завершение нашей беседы мы встречаемся, потому что случился День машиностроителя. Есть ли какие-то традиции у машиностроителей? Как следует отмечать этот праздник? Есть ли непременные какие-то атрибуты этого праздника? Ну, я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, поэтому не зря вы его задаете. Совершенно верно. Каждый год перед тем, как День машиностроителей, как вы сказали, случается, а он случается каждый год, у нас происходит конкурс. Мы соревнуемся именно в основном по рабочим специальностям. Кто лучше сварит, кто лучше отрежет, выточит и т.д. И особенно отрадно, что в этом конкурсе принимают участие не только сотрудники нашего предприятия, но это общегородские, как правило, конкурсы. Особенно отрадно то, что первые места все равно занимают сотрудники нашего предприятия. Да, это так. Ну, кстати, соревнуются там и с КМЗ, и с завода. Да, и с КМЗ, и люди, которые обустраивают быт нашего города, то есть из различных мупов приходят, сварщики, им тоже приходится. То есть непросто. Попробуйте в какой-нибудь подвале заварить трубу, когда там ничего не видно, и сверху еще и капает. Потому что там тоже работают профессионалы. Да. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, за ваше время. Спасибо, что пришли и с праздником. Спасибо вам огромное. Хотел бы сказать спасибо огромное и администрации города о том, что о нас не забывают. Приглашают тоже за свои мероприятия и праздники. Мы всегда находимся в тесном контакте. И если это в дальнейшем будет расширенная глубина, как раньше говорили, будет только хорошо. Спасибо. Я напомню, это был Эдуард Геннадьевич Эльфинбайн, заместитель генерального директора АОБИЦЭМА. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok